Уникальный передвижной музей с эффектом погружения, иммерсивный поезд Победы на 4 дня сделал остановку в Самаре. Из 12 вагонов 10 с экспозицией, которая показывает жизнь поезда в довоенное время, в годы войны и, конечно, в тот день, когда узнали о Победе. На входе посетители надевают наушники, и весь путь их сопровождает аудиогид Лидия. Это собирательный образ поколения юная советская девушка, которая пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Именно Лидия рассказывает, как организован санитарный вагон или, например, вагон-баня, где организаторы смогли воссоздать даже запах и влажность парной. Поезд Победы технически очень сложно сделан. У нас более 4000 единиц оригинального реквизита, более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Во время работы над поездом очень много времени было уделено работе с историческими фото-видеодокументами. Работали историки, работали реконструкторы. И все видеостены, все, что вы сегодня видели в поезде, ну, конечно, кроме хроники, было снято специально для поезда. Наталья Проскурякова с сыном Богданом любят бывать в музеях и изучать историю страны. Из соцсетей узнали об уникальном поезде Победы, который впервые приехал в Самару. Вход в передвижной музей бесплатный. Нужно было лишь пройти регистрацию на сайте поезда. Первый раз в таком вагоне. Мне очень нравится. Я узнала много нового, очень много новых фактов о Великой Отечественной войне. Как началась война, как крики, как все бомбило. Это самое страшное, что могло быть. Поезд Победы – это сплав традиций и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Формат очень интересен. Я даже не ожидал. Думаю, музей – музей. Оказалось, аудио, видеоряд, экспонаты – все очень передает атмосферу. И на самом деле я прямо отхожу, у меня даже мурашки похожи. Прям очень потрясающе. Состав отправился в путь в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. С тех пор передвижной музей несколько раз пересек страну. Мы работали на Черном море и Тихом океане. Мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы посетили более 135 городов. Мы посетили 17 республик. На пришло более 600 тысяч посетителей и более миллиона посмотрело интерактивную выставку на всех площадках. Поезд Победы – это практически машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. В чуде нашей победы была не только радость, но и горечь. Война пыталась отнять самое ценное, что у нас было. Время. Время нашей молодости. Но мы его не отдали. Мы жертвовали жизнью, чтобы сохранить эту ценность для вас. Время любить друг друга. Время любить нашу великую Родину. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.